То ли люди устали от интернета, то ли продолжают следовать традициям своих родителей. Так или иначе, подписки на печатные издания начинают возрождаться. Все больше жителей Владивостока выписывают различные газеты и журналы. А почта устраивает всевозможные льготные акции для любителей печатной прессы. Например, в октябре прошла Всероссийская декада подписки. В период Всероссийской декады подписки нами было оформлено более 10 тысяч изданий на газеты и журналы. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Декада подписки – это 10-дневный льготный период, когда можно оформить любимые издания со скидками. Одной из самых популярных газет не только нашего города, но и всего Приморья остается газета «Владивосток». В 2015 году подписку на нее оформили свыше 6 тысяч человек. А за время декады к ним добавились еще порядка 450 приморцев. Есть два варианта газеты «Владивосток». Первая черно-белая и тоненькая, она выходит три раза в неделю. Вторая – «Толстушка». Ее выпускают по средам. Можно оформить подписку отдельно на «Толстушку» или на все газеты разом. Кстати, недавно газету «Владивосток» признали социально значимым изданием, которое интересно людям широкого профиля и всех возрастов. Поэтому круглогодично на ее подписку действует 30-процентная скидка. К слову, таких значимых изданий в нашем крае всего семь. Мы в своей газете даем анализ и показываем спектр жизни и края, и страны, и мира. Поэтому жизнь интересна всем, мне так кажется. И вот если ты выписываешь, ты гарантированно ничего интересного не пропустишь. Оформить подписку можно в любом почтовом отделении города и края, а на такие издания, как «Газета Владивосток» и «Семь дней Приморья», а также актуальный журнал для дачников, сады и огороды Приморья и в редакции по адресу Народный проспект 13. Кстати, следующую льготную акцию проведут в декабре в День подписчика. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.